Давайте посмотрим, как можно за каких-нибудь полчаса подготовить проект на Django, U-Visky и Postgres и развернуть его в облаке. Здравствуйте! Итак, наша цель – подготовить скелет будущего проекта на U-Visky, Django и Postgres, опубликовать его в репозитории системы контроля версий, подготовить для его работы операционную систему в виртуальном хостинге и залезть туда проект. И хорошо бы получить при этом в свое распоряжение средства для дальнейшей поддержки проекта, слежение за его здоровьем, обновления и прочее. Для примера мы возьмем облако от Яндекса, но вообще, наверное, можно использовать любой VPS хостинг. Начнем с создания виртуальной машины в облаке. Как я уже сказал, у нас будет облако от Яндекса. Предполагается, что вы уже завели там учетную запись и находитесь на странице для создания виртуальной машины. Компьют Клауд. Заполняем название нашего проекта. Для простоты это короткое имя латиницей. У меня это будет на РОГА. В качестве операционной системы выбираем Ubuntu 20.04. Далее параметры ресурсов выбираем по вкусу и по размеру кошелька. Мне для демонстрации хватит минимальных. В поле ЛОГИН мы проставляем логин с локальной машины. В моем случае это ИДЛЕ. Это упростит нам жизнь в дальнейшем, позволит упрощенно аутентифицироваться при подключениях к удаленному серверу. В поле SSH КЛЮЧ укажем умолчательный публичный RSA ключ текущего пользователя. Предполагается, что ключ вы уже создали заранее. Если нет, то создайте, используя инструкцию из интернета. Их там полно. Скопируем значение публичного ключа из файла .ssh/.idrsa.pub Нажимаем кнопку создания виртуальной машины. Далее ждем, пока она запустится. Переходим в ее параметры и запоминаем значение публичного IP-адреса. Кстати, чтобы не потерять IP-адрес после выключения виртуальной машины, лучше сделать его статическим в настройках. По умолчанию адрес динамический. Теперь нам понадобится привязать к этому адресу доменное имя. Имя можно купить, а можно воспользоваться бесплатным. Ищите инструкцию в интернете. Я выбрал второй вариант. В этом примере использую доменное имя naro.g. Нам нужно, чтобы сервис, предоставляющий доменное имя, позволял управлять параметрами DNS. Ну, здесь у нас именно такое. Я создаю DNS-запись типа A. То бишь, говорю, что имя naro.g должно ввести на указанный IP-адрес. И это тот самый публичный IP-адрес, который нам показали в облаке Яндекса. Сохраняем настройки. Теперь лучше подождать некоторое время, пока, так скажем, настройки распространятся по интернету. Часто хватает десятка минут, но бывает так, что и целого часа мало. Проверить можно при помощи локального запуска команды host, либо же в интернете найти какой-нибудь сервис, предоставляющий возможность проверки DNS-записей. Теперь можно начинать приступать к делу. Чтобы долго не возиться с созданием скелета проекта, воспользуемся утилитой makeApp. Ее можно установить стандартно при помощи команды pip. Итак, makeApp. Указываем команду new, а после названия нашего проекта. Это то же самое, что мы вводили при создании виртуальной машины в качестве имени. Укажем также, что используем шаблон web-scaf. Web-scaf это еще одна утильта, которая поможет нам в деле развертывания и поддержания нашего проекта в облаке. В конце укажем директорию, в которой будет лежать наш проект. MakeApp предупредит, что для работы команды нужно, чтобы в системе были установлены некоторые пакеты. Названия пакетов здесь приведены для дистрибутивов Linux, основанных на Debian. Установите эти пакеты, прежде чем продолжить. Далее нас просят указать доменное имя. Укажем адрес электропочты администратора проекта. Я укажу свой. Потом публичный IP-адрес. Вводим. Далее спрашивают, хочу ли я проверить уникальность имени проекта. И я не хочу. Подтверждаем, что хотим развернуть скелет проекта, используя указанные настройки. И подтверждаем, что хотим использовать систему контроля версий. В моем случае это git. Тут нам понадобится указать адрес репозитория системы контроля версий на внешнем сервере. Я буду использовать github. Сразу же создам репозиторий и скопирую его ssh-адрес в буфер обмена. Этот самый адрес я и покажу мейкапу. Далее я подтверждаю, что хочу зафиксировать изменения в системе контроля версий. И отправить их на github. Все. Далее понадобится некоторое время на создание скелета нашего проекта и его отправку. Ждем. А пока ждем, отмечу, что для взаимодействия с github при помощи скопированного нами ssh-адреса потребуется в настройках github указать тот же наш публичный rsa-ключ, который мы прописали в облаке. Ух, со скелетом покончено. Теперь переходим к использованию утилиты web-scav. Ее тоже можно установить как обычный питоновский пакет при помощи pip. При помощи команды info убеждаемся, что можем успешно подключиться к виртуальной машине. Все хорошо. Видим основную информацию о системе. Можем идти дальше. Теперь настраиваем программное обеспечение на виртуальной машине. Для этого запускаем команду run.initialize в первый раз, а потом во второй раз. Это все дело займет несколько минут, поэтому промотаю скучную часть. Когда web-scav будет в первый раз скачивать из репозитория с github наш код на виртуальную машину, он запросит подтверждение. Пишем yes. После инициализации базы данных и таблиц нужно будет указать пароль администратора. Ну, я укажу всякую фигню, а вы указывайте надежный. И под занавес web-scav попробует для нашего проекта получить сертификат от Let's Encrypt. Да-да, вы не ослышались, наш проект будет работать на HTTPS. А сертификаты при этом будут обновляться периодически, автоматически. Все, виртуальная машина пошла в перезагрузку, а мы пойдем в браузер и вобьем адрес нашего сайта. Мы видим, что корневая страница не найдена, поэтому идем на slash admin. Рекомендую сменить этот путь в коде проекта. И что мы тут видим после того, как авторизуемся с использованием указанных нами реквизитов администратора? Видим, что все работает. Даже можем посмотреть данные uVisky в соответствующем разделе. Наш проект доступен в интернете. Далее вы можете открыть код проекта в какой-нибудь среде разработки и работать над ним, как обычно. Изменения кода отправляйте в GitHub. А чтобы выкатить имеющийся на GitHub код на наш сервер, в большинстве случаев достаточно будет одной команды. Rollout. После выполнения этой команды пользователи вашего сайта уже будут работать с его новой версией. Базовую информацию о системном сервисе можно получить при помощи команды status. Журналом приложения заведует systemd, а при помощи команды log можно в прямом эфире видеть, что пишется в этот журнал. Ну вот, какие-то запросы уже обрабатываются. Иногда требуется увести сайт в режим обслуживания, чтобы запросы не доходили до Django. Для этого используем команду off. После применения на все запросы к сайту uVisky будет отвечать, что сервис недоступен. Вот таким вот сообщением. После окончания же обслуживания можно включить сайт обратно командой on. А еще если зайти на виртуальную машину по SSH, то в домашней директорию можно увидеть директорию нашего проекта. А в ней удобным образом расположены ссылки на директории с кэшем, кодом и изменяющимися файлами, например, статикой. Помимо упомянутых в арсенале web-scaf есть еще множество команд управления uVisky, кэшем создания и восстановления резервных копий и так далее. Увидеть их можно при помощи ключа "-L". Итак, теперь у нас есть проект в облаке, доступный пользователям и готовый для дальнейшего развития и поддержки. Конечно, предустановки, использованные в скелете по умолчанию, могут не подходить к вашему проекту в некоторых случаях. Однако же смею надеяться, что для многих небольших и средних веб-проектов их будет вполне достаточно. Надеюсь, было полезно. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Продолжение следует...